В эфире телеканал Алматы «Биржевой помощник». Все о работе финансовых рынков и их особенностях. Я Ирина Нестеренко. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об инвестировании на финансовых рынках. Со мной в студии Евгений Усанов, региональный директор компании «Фибогрупп» и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант «Фибогрупп». Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, наверное, с самого главного. Какие существуют финансовые рынки и в чем их отличия друг от друга? На сегодняшний день выделяют три основных рынка для спекулятивной и инвестиционной деятельности. Традиционно эти рынки разделяют по типу активов, которые на них торгуются. Во-первых, это фондовый рынок, на котором торгуют ценными бумагами, такими как акции и облигации. Далее товарный рынок, на котором торгуют золотом, нефтью, пшеницей и подобными глобальными товарами. И, наконец, валютный рынок «Форекс». Рынок, на котором торгуют свободно конвертируемыми валютами. На каком из трех этих всех рынков наиболее удобно вести именно инвестиционную деятельность? С точки зрения принятия торгового решения, а также движения цены, все три рынка одинаково привлекательны. Все три рынка подчиняются одним и тем же законам спроса и предложения. Фундаментальный фактор одинаково сильно влияет как на валюты, так и на акции. Поэтому очень сложно выделить какой-то один рынок. Скорее, много будет зависеть от личных предпочтений инвестора, а также от текущей ситуации. А более подробную информацию я приглашаю всех получить у нас на вводном семинаре. Записаться на него можно по телефону, который видите на своих экранах. Вот традиционно, наверное, каждый человек понимает инвестирование. Это вот инвестирование в недвижимость, инвестирование в золото, в какие-то украшения. Вот в чем принципиальное отличие инвестирования на финансовом рынке? В принципе, инвестирование в золото – это уже своеобразная работа на финансовом рынке. Другое дело, что с точки зрения правильности инвестирования, да, ни в коем случае нельзя покупать украшение. Украшение – это украшение, это подарок, это какая-то память. Но это не инвестиционная деятельность. Если мы говорим об инвестировании, то необходимо как-то немножко ближе подойти к финансовому рынку, сделать еще один шаг вперед. И самый простой, конечно же, шаг – это банк. Да, но работая с банком, существует несколько таких сложностей, которые полностью решают финансовый рынок. Например, работая с банком, вам необходимо каждый раз ходить в банк, отдавать какие-то приказы в отделении, купить золото или продать золото, выйти из него. Работая на финансовом рынке сегодня, все это можно сделать в электронном виде, все это можно сделать дома, сидя у компьютера или уже на сегодняшний день даже у смартфона. То есть, во-первых, это экономит время. Абсолютно верно. Это полная экономия времени. Во-вторых, работая на бирже, работая через биржу, совершая инвестиционные действия, вы можете увеличить свой оборотный капитал. Увеличить его в несколько раз. Существует такая услуга, как торговое плечо, которое помогает увеличить, особенно если вы собираетесь заниматься спекулятивной инвестиционной деятельностью, то вы можете увеличить собственный капитал в 200 раз. То есть, принести на счет всего лишь 1000 долларов, а получить для работы сумму в 200 раз большую. Это становится более-менее интересным, потому что относительно небольшое движение на рынке может принести вам стопроцентную прибыль. Кроме золота. То есть, золото такое стандартное привыкание, от золота прячутся в моменты каких-то кризисов. Но на самом деле золото – это не единственный товар, который мы можем инвестировать. Хотя золото, наверное, самый удобный товар, потому что золото можно на бирже купить точно так же, как мы покупаем его где-то на рынке. Оно переходит в нашу полную собственность, и мы дальше ждем, когда оно подорожает. Мы можем ждать год, два, десять лет, выжидать росту стоимости, и потом продать, когда оно достигнет определенных максимумов, или когда нам понадобятся деньги. Причем, опять же, момент продажи какого-то товара на бирже – это достаточно быстро, это буквально нажатие одной кнопки, и вы видите, как происходит перерасчет, и вы видите, что деньги уже поступают на ваш баланс, и вы можете их отзывать и, собственно говоря, использовать в дальнейшем где-то жизни. А дальше возникают другие товарные активы. Ведь золото – это не единственный интересный товарный актив. Существует пшеница, о которой знают многие у нас в Казахстане, но не знают, что с помощью пшеницы можно тоже ввести инвестирование. Существует нефть, которая на сегодняшний день уже стоит на определенных минимумах, безусловно, еще может быть минимум, но с инвестиционной точки зрения уже имеет смысл присматриваться к этому товару. Но вопрос правильности подхода, потому что, скажем, та же самая нефть и та же самая пшеница не торгуются в чистом виде, как товар, а торгуются фьючерсом. То есть появляется новое слово, которое многие не знают, с которым не сталкивались. Фьючерс – это срочный контракт, который подразумевает его совершение через определенное время в будущем, то есть через три месяца, через полгода. А, соответственно, появляются определенные тонкости управления, работы с этим контрактом. То есть сделку, которую вы открываете по фьючерсной пшенице, необходимо будет закрыть через три месяца. То есть, получается, инвестор смотрит, какие перспективы у того или иного актива и уже заранее прогнозирует? Абсолютно верно. И выбирает интересный актив, в частности, на товарном рынке. То есть товарный рынок становится, во-первых, он очень большой, еще нужно об этом сказать. То есть если в банке вам предложат буквально золото, еще может быть какой-нибудь металл один, то, приходя на биржу, у вас только металлов будет несколько, а еще будет рынок сельхозпродуктов, рынок горюче-смазочных материалов, та же самая нефть, бензин и так далее. То есть расширяется список, вы можете торговать огромным списком товаров, вы можете найти именно тот товар, который на сегодняшний день недооценен рынком. И просто рынок не обращает на него внимания, а вы это можете использовать. Ну вот если рассматривать другую сторону вопроса, это, к примеру, затраченность по времени. Вот сколько занимает время в биржевой торговле, то есть постоянно надо смотреть за своим активом, или же существуют какие-то тоже определенные услуги и условия на финансовом рынке, с помощью которых можно как-то совмещать свою работу. Или же вот в банк пришел, отдал деньги, и все, и забыл о них, допустим. Вот как и на финансовом рынке. Безусловно, на финансовом рынке тоже существует такое разделение. Есть понятие инвестиционной деятельности самостоятельной, есть пассивное инвестирование, есть активное инвестирование, и есть понятие инвестирования, которое определяется через доверительное управление. То есть при таком виде инвестирования, при доверительном управлении, вы просто выбираете того, кто будет управлять вашими деньгами. Фонд управляющий или программу, которая будет помогать вам приумножать собственный капитал. А вот какие способы доверительного управления и виды вы можете предложить, в частности, вашей компании? Первый способ – это доверительное управление на ПАМ-счете. Напомню, что ПАМ-счет – это специальный механизм функционирования торгового счета, позволяющий трейдеру, управляющему, использовать общий капитал неограниченного числа инвесторов и свой собственный для осуществления спекулятивных операций на глобальных финансовых рынках. То есть в таком инструменте управляющий, работая со своими деньгами, будет одновременно совершать те же действия с деньгами инвесторов. Узнать о таком способе инвестирования можно, позвонив нам в офис по телефону, который видите на своих экранах. А существуют ли какие-то ограничения при работе с ПАМ-счетом для инвестора? Дело в том, что каждый управляющий предлагает свои условия для инвесторов. И поскольку управляющих на сегодняшний день достаточно много, то любой инвестор сможет найти те условия, которые подходят именно ему. То есть инвестор сможет найти для себя наиболее подходящий срок вложения, минимальную сумму инвестирования и даже необходимую ему агрессию в рынке и ожидаемую доходность. На что надо обращать внимание при выборе таких услуг? Безусловно, необходимо проконсультироваться, потому что любая инвестиционная услуга, она где-то относится к услуге сложной, и нужно понимать, что и как вы делаете. Поэтому обращать внимание на условия, которые предлагаются, необходимы. Нужно понимать срок инвестирования. То есть на какой срок, в первую очередь, для себя определиться с тем, на какой срок вы планируете инвестировать. Потом подобрать, исходя из этого срока, управляющего. Если у вас достаточно короткие деньги, которые вы планируете уже забрать через месяц или через три месяца, то и, собственно говоря, программа управляющего должна быть рассчитана менее, чем этот срок. То есть если вы планируете инвестировать на месяц, то тогда программу лучше подбирать недели на две. То есть существуют такие краткосрочные программы. Это, во-первых. Во-вторых, доходность. Доходность, которую показывал раньше управляющий. Вы смотрите на историю, как он работал, какие у него были результаты. Исходя из этого, вы перепозиционируетесь, вы смотрите, что он может получить. Потому что мы опираемся исключительно на историю в данном случае. И если он хорошо и ровно торговал, ну что же, с ним можно работать. Если у него были взлеты и падения, подумайте, да, действительно, у вас есть возможность получить больший доход. Это вот как раз та самая агрессия. Но при определенном где-то повышенном внимании с вашей стороны к этому управляющему. Вот здесь рассматривается на каком он рынке и с какими активами надо торговать? Или же здесь не учитывается? Нет. Когда вы выбираете программу, выбираете исключительно программу. ПАМ-счет отдаете управляющему, и там дальше абсолютно его задача выбрать рынок, интересный инструмент в данный момент для того, чтобы принять решение покупать его, продавать. С вашей стороны это исключительно доверение. То есть вы отдали деньги и смотрите, как идут торги. Не задумываясь о том, на основании чего, почему происходят покупки или продажи. И, соответственно, вы не задумываетесь, на каком рынке это происходит. Будь то там товарный рынок, валютный или фондовый. О рынках вы задумаетесь только в том случае, если вы совершаете сами какие-то действия на рынке. И вот мы говорили о товарном, существует еще фондовый, валютный. Это тоже интересные рынки для инвестирования в том числе. Но вот существует ли такая возможность на финансовом рынке, чтобы совмещать и свою личную торговлю с каким-то активом, и также отдавать это в доверительное управление? Безусловно, вы в любой момент можете собственную сумму разбить на несколько частей. И это не то, что возможность, это даже необходимость. Когда вы разбиваете планируемую инвестиционную сумму на несколько частей, часть вы даете в доверительное управление. И частью вы можете начать управлять сами. Причем есть программы, при которых есть объединение. В одном счету у вас идет и управление со стороны каких-то управляющих компаний или трейдеров, и самостоятельная работа при этом.